Что делать, если не участное, а он может? Тут требуется лишний вход. Вот так или иначе, в доказательстве мы исследовали вот такое вот произведение. Правильно? R лябда штрих, оно и такое же, как R лябда, в порядке. Значит, мы вообще в этом доказательстве, на самом деле, оценили вот такую плечину. N квадрат лябда. Мы оценили эту плечину как A плюс A квадрат. Я так грубо бою, я идею ДТЖ рассказываю. Ну вот, а у этой величины очень есть понятный смысл. Что это такое лябда? Смотрите, это с какими способами можно представить лябда в виде Y поделить на X. Правильно? Если я беру квадратик, то это значит, я считаю не только, сколько можно представить лябда в виде Y поделить на X, но и еще раз это считаю. Да? И значит, если я это суммирую по лябда, то это просто-напросто будет число решения вот такого уравнения. Y на X равна Y штрих на X штрих. Где X, Y и Y штрих, и там, они принадлежат множеству A. Хорошо, но это уравнение можно переписать. Это уравнение можно переписать через произведение. И вот у меня произведение возник. Вот, опять. Значит, на самом деле мы получили оценку на число решения вот этого уравнения. Вот. А теперь, значит, последний ход. Вот число решения Y поделить на X равно лябда. Мы возвращали M от лябда. Теперь давайте M от лябда обозначим число представлений лябда в виде произведения X на Y. И, значит, у нас получилась оценка, ну, тут какие-то константы мы еще теряли. Что можно сказать про сумму M от лябда? Так же, как и раньше, поскольку сумма N от лябда равна A квадрат. Сумма M от лябда равна тоже A квадрат. Потому что это число по X и Y, так сказать, представляющих лябда, и все вернее по всем лябдам. Ну и все. Вот у нас есть одна оценка на квадрат, есть одна оценка на сумму. Причем сумма идет уже по множеству A умножить на A. Правильно? Но это означает, что само A умножить на A большое. Тут надо использовать, не говоря, я скажу, Шебуняковского. A квадрат в квадрате равно сумма M лябда в квадрате, ябда, без A умножить на A. И понимаете, что Шебуняковского с одной функцией вот этой вот, а с другой функцией характеристической. A умножить на A это будет не больше, чем M квадрат с лябда на A. Вы понимаете, что Ленинковского, это то, что скалярное произведение двух векторов не больше, чем произведение их глины. Один вектор это будет РМА, другой вектор это будет характеристическая функция А умножена. А в квадрате есть мощность А умножена. И мы получаем то же самое. А в четвертый, не больше, чем А в квадрате, теперь уже А умножена. Ну, это вот лишний ход. Сама лидера, по-моему все разрешено. Спасибо.